Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем третью главу. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Это повествование о грехопадении, которое выражено, с одной стороны, очень простым, таким детским языком, который доступен пониманию самых разных людей, а, с другой стороны, это рассказ чрезвычайно глубокий. И для того, чтобы в него проникнуть, нам понадобится заглянуть за эти библейские символы, чтобы понять, о чем речь идет. Кто такой змей? В Откровении Анна Богослова мы читаем, «И низвержен был древний змей, называемый дьяволом Астаной, обольщавший всю Вселенную». То есть речь идет о сатане, речь идет о падшем духе, который пал еще до человека. «Он был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Мы видим тактику, к которой прибегает змей. Он говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Неужели Бог дал такой бессмысленный запрет? Он насадил этот рай, он посадил людей в сад, полный деревьев с чудесными плодами, и сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю, что же им теперь с голоду помирить? Какой бессмысленный запрет, какое бессмысленное мучительское тиранство. И мы видим, что первое, что пытается сделать дьявол, это исказить заповедь Божию, чтобы представить ее бессмысленной, тяжкой и неисполнимой. И Бога таким образом тирану. И мы с этим сталкиваемся. Эта тактика сатаны, она продолжается до сих пор. И так бывает, что человек сталкивается с какими-то искажениями христианской веры, когда ему кажется, ему кто-то говорит об этом, кто-то ему внушает такую мысль, что Бог только и хочет наложить на людей какие-то бессмысленные, тяжкие запреты, которые, к тому же, еще и невозможно выполнить. Просто так вот, чтобы служба медом не казалась. И это у человека вызывает такой внутренний протест, такое раздражение, гнев. Ну как же, вот не ешьте ни от какого дерева в раю. А зачем они тут вообще насажены, эти деревья? И жена вроде бы сначала не ведется на это. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Обратив внимание, что здесь жена немного искажает заповедь Божия. Не сказал, не прикасайтесь к ним. Сказал, только не ешьте. Жена произвольно ужесточает Божию заповедь. Она ведется за сатаной. Не так сильно, как он бы хотел, но немножко ведется, что вот заповедь еще состоит в том, чтобы не прикасаться. И сказал змеи жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги знающие, добро и зло. Чем очень важно повествование о грехопадении, это не просто повествование о событии, которое произошло когда-то очень давно. Это повествование о том, что происходит с нами здесь и сейчас. Это помогает нам понять нашу собственную участь, наши собственные поступки, наше собственное отношение с Богом. Потому что довольно часто говорят, что ну как же так, вот Адам и Ева когда-то на заре человеческого рода что-то нарушили, а я чем виноват? Ну, в общем-то, тем же самым. Ты тоже являешься участником в их мятеже, и ты таким же точно образом падаешь и грешишь, как они упали и согрешили. Что говорит змей? Он говорит, нет, не умрете. Он говорит, Бог сказал неправду. Бог сказал, что вы умрете, но он вас обманул, он сказал неправду. И с тех пор змей постоянно говорит людям, нет, вы не умрете. Нет, вы можете грешить, вы можете пребывать в нераскайнии, и вы не умрете, все будет в порядке. Это ложь, которую он постоянно выдвигает. Вы не умрете, если вы будете грешить. Напротив, в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Откроются глаза ваши, вы приобретете новое знание, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Добро и зло — это просто идиома, которая означает знать все на свете. Вот в библейском контексте, как говорят, небо и земля, и это включает в себя небо, землю и все, что между ними, то есть все существующее. Так добро и зло, вы будете знать все. Вы приобретете знание, и вместе со знанием вы приобретете могущество. И вы приобретете это могущество в ней помимо Бога. Обратив внимание на то, как работает эта уловка, люди поставлены владыкой над всеми делами рук Божьих. Человек поставлен Божьим наместником в творении. Мы читаем это в первой главе книги Бытия. Бог все ему дал. И сатана, он просто предлагает украсть то, что Бог и так дает даром. Бог дает даром могущество, Бог дает даром знание, Бог дает даром все. Но сатана хочет, чтобы люди получили это каким-то обходным, кривым путем, чтобы они это украли у Бога. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, потому что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Знание, которое знание, сила, это известно очень высказывание Фрэнсиса Бэкона. Был даже журнал такой, может, он даже и сейчас выходит, знание, сила. И оно дает знание, дает могущество, которое автономно, независимо от Бога. Бог дает знание, и можно обладать знанием, можно обладать могуществом в послушании Богу. Но Ева делает выбор получить все это в ней, независимо от Бога. И она взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Человек утрачивает невинность, и он обнаруживает, что он наг. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, Адам, где ты? Грешный человек, который согрешил, который нарушил заповедь Божию, он делает две вещи. Он пытается прикрыть свою наготу, он пытается прикрыть свои грехи, он делает себе смоковное опоясание, и он пытается это все спрятать. Он пытается как-то прикрыться. И второе, он пытается спрятаться от Бога. Он пытается удалиться от Него подальше, он пытается делать вид, что Бога нет. Потому что для него воспоминание о Боге ему причиняет боль. И человек скрывается от Бога, а Бог его ищет. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Речь здесь идет не о том, чтобы Бог не знал, где Адам. Конечно, от Бога бессмысленно прятаться. Бог всегда знает. Но Бог здесь ищет восстановить эту дружбу с Адамом. «Где ты, Адам» — это слова, которые Бог обращает к своему заблудившемуся, утраченному другу, которого он призывает вернуться. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Эта ногота делается предметом уязвимости, предметом позора и предметом глубокого недоверия. Я боюсь, что Бог увидит меня таким, какой я есть, он увидит меня нагим. Одежда — это также символ определенного статуса, определенной закрытости, когда человек защищен, потому что он облачен в определенную, может быть, царскую одежду, какой-то знак статуса. Но когда у него нет этой одежды, он чувствует себя уязвимым, он не доверяет Богу, и он скрывается. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Это очень важные слова, которые произносит здесь Адам. Почему? Потому что так устроен грех, и мы это видим миллион раз, и мы это знаем на собственном опыте. Какова реакция, когда мы обнаруживаем, что мы согрешили? Нас в это вовлекли другие люди. Другие люди меня настолько достали, вот привели в такое раздражение, что я там сорвался, ругался. Бедность довела меня до кражи. Злодейство других людей довели меня до того, что я и сам сделался злодеем. Да, я солгал, но они угали еще больше. Да, я совершил такой-то грех, но они грешили еще больше. Да, я, не знаю, там, обругал жену, но вот она кого хочешь достанет. И тому подобные вещи. И Адам говорит, «Жена, которую ты мне дала, она мне дала от дерева, и я ел». То есть Адам вместо того, чтобы сказать, «Я согрешил, что же мне теперь делать? Может ли Бог меня простить? Есть ли у Бога еще милость? Может ли Бог как-то исцелить эту ситуацию?» Нет, он предпочитает перекладывать ответственность на жену. Мне жена дала, вот она виновата. И косвенно на Бога. Жена, которую ты мне дал. «Я не виноват». Виновата жена, виноват Господь Бог. И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Жена, в свою очередь, перекладывает ответственность на змея. Ну и тоже косвенно на Бога. Потому что, о чем он позволил змею тут ползать? Грех, совершенный грех, он приводит к тому, что Адам и Ева не раскаиваются. А почему они не раскаиваются? Они не верят Богу. Они пытаются вывернуться. Они пытаются лгать. Чрезвычайно глупо пытаться лгать, когда имеешь дело со всеведущим Богом. Но они пытаются лгать, потому что они ему не доверяют. Они не верят в Божью любовь. Они не верят в его прощение. И поэтому они начинают лгать. Потому что корень лжи, корень самооправданий в неверии в благость Божьей. Когда человек не верит в то, что Бог может его помиловать и простить, и он начинает врать, он начинает выворачиваться. Адам сваливает на жену, жена сваливает на змея. И я даже видел недавно такую смешную карикатуру, что змей сваливает на ежа, еж там сваливает на птичек, птички сваливают на червячков. В общем, все на всех сваливают. И это с тех пор наблюдается в мире. Мы это видим постоянно, мы это чувствуем в себе, мы сами так поступаем. Когда мы обнаруживаем свой грех, у нас появляется миллион оправданий. Когда мы сделаем что-нибудь хорошее, мы обычно не говорим при этом, ну что, мне тут показали пример, меня воодушевили, мне как-то помогли это сделать, у меня были возможности это сделать. Нет, мы обычно говорим, вот я сделал нечто хорошее, потому что я хороший человек. Когда мы делаем что-то плохое, то это не мы, это всегда кто-то другой. И это так всегда происходит в отношениях, даже начиная от отношений в семье между близкими людьми, кончая отношения между государствами. Когда государственные мужи обвиняют друг друга в том, что они первые начали, они виноваты, мы не виноваты. Недавно я прочитал интересную книжку по психологии, которая носит очень интересное название «Ошибки были допущены, но не мной». И там речь идет о том, что люди всегда занимаются самооправданиями, всегда. Такова человеческая падшая природа. И эти самооправдания, они не дают Богу исцелить нашу ситуацию, поскольку если я скажу, что я плохо поступил, если я скажу, что я нуждаюсь в прощении, что я нуждаюсь в том, чтобы Бог помог мне все это как-то исправить, Бог придет ко мне на помощь. Если я настаиваю на том, что виноват в моих поступках кто-то другой, я не даю Богу возможности эту ситуацию исцелить, не даю Богу возможности мне помочь. «И сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на череве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Змей изображался в языческих культах того времени, прямходящем. Тогда змей служил предметом поклонения. Тут есть определенный момент полемики с язычеством того времени. И там змей изображался в виде кого-то поклоняемого. И это повествование о книге «Бытия» говорит, что нет, нечего тут змею поклоняться, он обманщик и он наказан, он ползает на брюхе. «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Это святыми отцами толкуется как пророчество о Христе, пророчество о Мессии. Рожденный от жены, то есть от Пресвятой Богородицы Господь Иисус, поразит змея в голову. А змей будет жалить его в питу, то есть он добьется того, что Господа распнут. Но через это змей потерпит очевидное поражение. И мы видим здесь, что сразу же после грехопадения Бог уже приоткрывает, что он собирается спасти человеческий род. Сразу же после грехопадения открывается Божий замысел о спасении человеческого рода. Жене сказал, «Умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезнь будешь рожать детей, к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать над тобою». Грехопадение, утрата отношений с Богом, оно имеет свои последствия и последствия прискорбные, последствия пагубные и для жены, и для мужа. Мы видим здесь, как бедствия человеческого рода являются результатом грехопадения, результатом утраты отношений с Богом. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее в оседней жизни твоей, тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Проклята земля за тебя. Человек наделен властью над тварным миром, как мы уже говорили, и грехопадение человека тяжелейшим образом отразилось на всем творении. Человек сделался врагом Богу, ближнему, самому себе и всему природному миру. Из-за этого жизнь человека превращается в борьбу с природой. Мы это выражение слышали. Мы не можем ждать милости от природы. И в самом деле природа нам теперь не милостливая мать. Наоборот, у нас с ней постоянная война и конфликт. Люди вырывают себе пропитание у природы тяжелыми трудами. И в поте лица твоего будешь есть хлеб. То есть даже пропитание будет добываться с тяжелым трудом. Доколе не возвратишься в землю, пока не умрешь. И человек, который был призван обрести вечную жизнь у Бога, он лишился этой вечной жизни через грех, и он умирает. Он возвращается в землю, из которой был взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. То есть человек был сотворен из праха земного, и он возвращается в этот прах. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Под одеждами кожаными понимаются две вещи. Тут два есть толкования. И они оба могут быть верными, потому что Библия – это такой многозначный текст. Первое толкование – это то, что изменилась природа человека таким образом, физическая природа, чтобы человек смог жить в этом падшем мире. Вот это одежды кожаные. И одежды кожаные показывают, что человек утратил общение с духовным миром, потому что для него в его падшем состоянии это общение с духовным миром было бы неполезно, поскольку он бы вошел в общение с бесами. То есть одежда кожаная – это изменение человеческой природы. Есть другое истолкование, что одежда кожаная – это одежды, которые были сделаны из убитого животного. Кожаная одежда предполагает, что какое-то животное было убито, и это была первая жертва, которая была заклона для того, чтобы прикрыть человека. И это прообразовывало те жертвы животных, которые приносятся в Ветхом Завете. И в конечном итоге это прообразовывало жертву Христа. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, теперь как бы не простер он руки свои, и не взял так же от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». В этом стихе содержится как бы божественная ирония, когда Бог говорит, «Вот Адам стал как бы один из нас». И вот эти слова «один из нас», они тоже трактуются по-разному. Некоторые говорят, что это такое царственное «мы», как в царском манифесте писали «мы» Николай Второй. Некоторые говорят, что здесь есть прообраз указания на Троицу. Так или иначе, Адам стал, претендовал на то, что он станет Богом, но у него это не получилось. Он пытался познать добро и зло, но это кончилось катастрофой. «Теперь как бы он не простил руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Человек был предназначен для вечной жизни, но он ее утратил через грех, и теперь даровать грешному падшему человеку жизнь вечную было бы и невозможно, и пагубно для самого человека, потому что вечная жизнь во грехе, она как раз и была бы Адом. И поэтому Бог закрывает это древо, он не дает человеку вечной жизни, и смерть становится, с одной стороны, результатом греха и возмездиям за грех, с другой стороны, она становится определенного рода лекарством, которое сдерживает возрастание человека во зле, и которое в конечном итоге послужит к его спасению, когда смерть человека будет воспринята нашим Искупителем Иисусом Христом. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Человек оказался изгнан из рая из-за своего греха. И мы здесь оказываемся в состоянии изгнания. Мы утратили то вечное блаженство, то вечное счастье, для которого мы были созданы. И теперь главная трагедия нашего существования — то, что мы живем не в раю. Мы глубоко тоскуем в глубине сердца по раю, мы туда хотим, и мы оттуда изгнаны. Вот эта тема изгнания, она является кубочайшей для Библии. Библия помогает нам осознать, что с нами не так. Она позволяет понять нам трагедию человеческого существования и тот выход из этой трагедии, который нам указывает Бог. Мы с вами прочли третью главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова